Золотая рыбка в кабинете директора школы номер 40 Светланы Викторовны Юровой элемент скорее декоративный, чем волшебный. Свои желания Юрова привыкла исполнять самостоятельно. Вот и высокое звание заслуженной учителя России, полученное 9 декабря, результат скорее систематического, напряженного и творческого труда, чем чудодейственной силы. Этой выдающейся трудовой наградой за всю историю Новошахтинска было удостоено всего четыре педагога. Причем в последний раз подобное счастливое событие произошло 20 лет назад. И вот, наконец, недавно указом президента России было официально признано, что в нашем городе не перевелись еще педагоги с большой буквы, ведь звание заслуженной учителя России присваивается лишь лучшим из лучших. Самое первое – это любить детей. Вот это вот, как бы это невысоко звучало, но это действительно так, потому что вот если у тебя есть чувство милосердия, если ты можешь стать на сторону ребенка и понять его, вот это вот и любить этого ребенка, любого ребенка, вот это самое главное. Все дети-выпускники мои могут сказать о том, что они никогда не видели, что я кого-то люблю больше, кого-то люблю меньше. То есть вот это самое главное. Никогда вот в классе должны быть все одинаковые. Вовремя пожалеть кого-то, вовремя кого-то поругать, это все сделать вовремя и абсолютно ко всем одинаково. Труд учителя – это не только уроки и подготовка к ним. Это ученики со своей индивидуальностью, это их родители, это педагогические советы и методические комиссии. Это дело, которому требуется полная отдача физических, умственных и душевных сил. Лишь при таких условиях, неизменных на протяжении десятков лет, достойная награда находит своего обладателя. Работа для меня – это моя жизнь. Потому что, когда дети вместе со мной радовали, что я заслугу такую получила, они говорили, что мы всегда ревновали тебя к твоей работе. Я практически не бывала дома, все время в школе. Дети школьные, работа, то есть чтение художественной литературы, выискивала что-то новое, интересное. С детьми всегда классные дети, которые не свои собственные. Мы с ними путешествовали всегда. То есть бросала свою семью, а там. И вот они говорили, что мы ревновали, но теперь мы гордимся тобой, что ты действительно, мы видим, что ты добилась многого. И поэтому вот сейчас только уже взрослыми мы понимаем, что вот эту любовь к работе ты и нам привела. И поэтому мы сейчас тоже добросовестно к своей работе относимся. И все же главной наградой любому учителю является уважение и благодарность своих учеников. В этом у Светланы Викторовны недостатка нет. Среди четырех полных выпусков в течение ее педагогической практики немало тех, кто в своей профессиональной деятельности пошел по стопам любимого наставника. Из моих выпусков у меня 18 человек, которые стали педагогами. И педагоги, которые в ринге преподают уже, это первые мои выпуски, и в управлении образования работают. И здесь у нас в школе два педагога, которых я выпустила сама. Ну и по моей стезе, тоже как учитель русского языка и литературы, тоже многие дети пошли. Светлана Викторовна по праву гордится почетной трудовой наградой. И радуется она не только и не столько за себя, сколько за весь свой коллектив, в числе которого ученики, имеющие наставников, навсегда оставляющих в душе глубокий и яркий след. Коллеги, видящие добрый пример для подражания. Педагоги-ветераны, с удовлетворением следящие за деятельностью своих преемников. А по большому счету и за весь наш город, который справедливо славится учителями, а славу которому приносят ученики. Эта награда была не только лично моя. Эта награда была нашему городу. Наше образование никогда не подводило наш город и не будет подводить. И хотелось бы пожелать всем другим отраслям в нашем городе получать такие высокие звания, гордиться, что мы живем в нашем родном городе. Всем, конечно же, хотелось бы пожелать не только счастья, не только материального благополучия, но хотелось бы пожелать, чтобы каждый человек старался для себя, для семьи, для города сделать большее и получать удовлетворение от своей работы. Редактор субтитров А.Семкин